друзья всем привет меня зовут анатолий сегодня у нас первое видео в серии по монтажам оснасткам для карповой ловли по многочисленным просьбам наших подписчиков частности из казахстана начинающих карпятников те кто только начинает осваивать азы карповой ловли многие ребята просят показать как вязать обычные поводки хотя такого контента уже достаточно на просторах youtube но раз люди просят значит контент востребован поэтому сегодняшнее первое видео мы начнем с изготовления самого простого карпового поводка это наверно классика карповой ловли вот такой вот поводочек у нас будет ну и не будем долго затягивать перейдем к изготовлению что нам для этого понадобится для этого нам понадобится поводковый материал в оплетке жесткий либо средний также крючок я в основном использую на большинстве своих рыбалок крючки четвертого номера также нам потребуется небольшой кусочек силиконовой трубки сечением полтора миллиметра с топора для бойлов и силиконовая бусина ну и самый необходимый набор минимальный инструментов отмеряем и отрезаем около 30 сантиметров поводкового материала для этого мы воспользуемся линейкой на поводочнице отрезаем а теперь с поводкового материала в оплетке нам нужно снять около 13 12 сантиметров самой оплетки сверху снимаем 13 сантиметров и так мы сняли оплетку с поводочного материала он стал более податливым теперь с мягкой стороны там где мы сняли оплетку мы одеваем с топорок силиконовый самые обычные стопорки и наконец на конце завязываем петельку это будет петелька для крепления насадки завяжем здесь узел воспользуемся иглой так будет проще вязать мелкие узлы я не люблю делать большую петлю но и что было комфортно в дальнейшем засовывать туда стопорок так петлю сделали самым обычным узлом отрезаем все лишнее ну вот можно сказать наш волос уже готов теперь нам понадобится маленький кусочек силиконовой трубки небольшой кусочек отрезаем около двух-трех миллиметров и продеваем его на наш поводковый материал с обратной стороны вот таким вот образом теперь держим за силиконовую трубочку и продеваем крючок в него жалом по направлению к нашему волосу к нашему силиконовому стопору стараемся не задеть вот таким вот образом это выглядит и стараемся не задеть поводковый материал когда будем просовывать так как жало достаточно острая продеваем его дальше и протаскиваем поводковый материал в ушко крючка сверху вниз по направлению к жалу вот таким вот образом далее если вы уже знаете какую будете использовать заранее насадку мы можем взять бойл вот у меня здесь 14 миллиметровый берем бойл и сразу же можем насадить его на на наш волос чтобы отрегулировать нужную длину в дальнейшем берем один стопорочек мне нравится использовать вот такие вот маленькие силиконовые стопора они очень удобные разных цветов таким вот образом подтягиваем его и поджимаем стопорком в случае использования одиночного бойла совсем не обязательно использовать стопорок но я в большинстве своих случаев использую двухсоставные насадки то есть со шляпкой поп-апа либо тигровый орех с поп-апом либо бойл с поп-апом и для того чтобы не развалилась эта конструкция нужно силиконовый стопорок поэтому большинство моих поводков заранее заготовленных они уже идут стать со стопорком теперь подводим силиконовую трубку на уровень нашего жала крючка это необходимо для правильной засечки рыбы и после этого регулируем длину волоса так чтобы она по касательной проходила возле крючка прям впритык это как бы считается правильным расстоянием возможно конечно у каждого свое мнение но я говорю так как пользуюсь я далее завязываем безузловой узел делаем 45 оборотов и протягиваем поводковый материал с той же стороны пушка крючка а еще один нюанс что при затягивании ваш волос будет смещаться по направлению витков то есть прокручиваться а нам нужно чтобы он был строго по бровке по верхней бровке крючка по спинке скажем так а для этого есть такой небольшой лайфхак который не я придумал в конце когда сделали последний виток делаем вот такую вот петельку и протягиваем поводковый материал через эту петельку и вот таким вот образом теперь при затягивании нашего безузлового узла сейчас покажу наша волосяная часть никуда сдвигаться не будет при даже при нагрузках когда вы будете вываживать рыбу все равно она останется на месте так основная часть у нас готова хочу заметить для тех кто еще не знает у нас здесь осталось вот такой небольшой кусочек около двух сантиметров материала без оплетки что это нам дает во время того как оснастка приземляется на дно вот этот кусочек без оплетки он дает дополнительную свободу действием крючка как в момент попадания в рот рыбе а также и в момент расположения на дне так как никто не ловит на ровном дне абсолютно на асфальте скажем вот к примеру можете наблюдать просто отличный разворот крючка ну что же давайте наденем противозакручиватель и завершим наш поводок берем вот такой силиконовый противозакручиватель конус одеваем его на иглу монтажную ну и вот таким простым способом надеваем противозакручиватель на наш поводок далее зависит от длины кто какой длины делает поводок у меня стандартные поводки в районе 13 14 сантиметров складываем в этом месте вот такую петельку и закрут завязываем узел восьмерку я вижу если честно через раз здесь когда восьмерку когда простой узел вы можете делать как вам нравится узел восьмерка вяжется очень просто формируем вот такую петлю далее эту петлю проворачиваем еще раз и с помощью иглы так удобнее маленькие узлы вязать затягиваем хвостик внутрь таким образом у нас и получается узел восьмерка сейчас мы его затяжкой немножко дотянем и обрезаем лишний материал оставляем маленький хвостик ну вот и все друзья наш поводок полностью готов к забросу надеюсь данное видео было для вас полезным подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии ну а мы в дальнейшем будем стараться выкладывать еще больше интересных и рабочих монтажей оснасток до новых встреч всем пока